И снова в центре скандала. Газета «Нью-Йорк Таймс» обвинила Дональда Трампа в мошенничестве с налогами. Правда ли, что президент обогатился незаконно и чем ему грозят новые обвинения, выяснил Дмитрий Анопченко. Налоги для американцев святое. Поколение за поколением указывают в декларации все до цента. С одной стороны так принято, с другой быть честным дешевле. Ведь если нарушения обнаружат, штрафы просто космические. Поэтому и обвинения в адрес президента более чем серьезные. Одна из самых читаемых здесь газет «Нью-Йорк Таймс» посвящает этому расследованию первую полосу. И публикует, вот посмотрите, копии финансовых документов 20-летней давности. Здесь и расписки, и чеки, и инвойсы. Обвиняя президента в том, что наследство от своего отца, а это ни много ни мало, 413 миллионов долларов, он получил якобы путем уклонения от налогов и финансовых махинаций. Пишет еще и о том, что для того, чтобы приумножить это состояние, Трамп якобы участвовал в грязных финансовых схемах вплоть до мошенничества. Белому дому пришлось срочно оправдываться. Пресс-секретарь администрации назвала эту статью нападками, вводящими в заблуждение. И попыталась пристыдить репортеров, мол, отец президента давно уже ушел в мир иной. Зачем ворошить прошлое? Фреда Трампа нет уже около 20 лет, и грустно наблюдать эти нападки на семью Трампа со стороны никуда не годной Нью-Йорк Таймс. Много десятков лет назад служба внутренних доходов рассмотрела и одобрила эти сделки. Аргумент вроде бы серьезный, но тут вмешались сами налоговики. Налоговый департамент Нью-Йорка заявил, решил изучить обвинения газеты и рассматривает все возможности для нового расследования. И это уже куда серьезнее. Срока давности тут нет, и сделки, которые Трамп проворачивал в 90-е годы, теперь могут заново проверить, придираясь даже к мелочам. В команде президента, и, видимо, не без оснований, считают, что это демократы, приберегли компромат на него и слили прессе только сейчас под выборы. Но теперь, если за эти факты зацепится налоговая служба, то вся эта история превратится в один сплошной телесериал, когда пресса, которая недолюбливает Трампа, будет каждый день эту историю освещать, ну а людям придется гадать, было ли мошенничество. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.